приветствую выжившие рад видеть вас в нашем убежище вам нравится смотреть лего анимации вы давно хотели создать собственный мультфильм но не знаете как тогда это видео для вас ведь в нем я расскажу как написать сценарий на что лучше снимать как правильно строить декорации где монтировать и как публиковать свой мультфильм поехали сценарий для начала определитесь про что именно вы хотите рассказать зрителю какова идея вашего мультфильма тут все на ваше усмотрение это может быть как ограбление так и история любви а может быть и все вместе если четкого представления пока нет то рекомендую выйти на улицу освежиться почитать книгу или посмотреть мультфильм может быть что-то из этого вас вдохновит поскольку этот мультфильм будет первой вашей работой я сейчас не буду углубляться в такие термины как логлайн синапсис и так далее позже при более углубленном изучении структуры написания сценария вы сами о них узнаете обычная история состоит из экспозиции завязки и развития кульминации и развязки экспозиция это попросту говоря введение в тему завязка и начало конфликта следующей части сценария вы его развиваете и кульминация это пиковая точка развития конфликта максимально напряженный момент фильме развязка это его разрешение это основы которым потом с опытом будут добавляться все новые знания как писать сценарий опять же делая скидку на то что мы только учимся сейчас это в принципе не так важно главное чтобы вам самим было понятно о чем вы пишете колливудские стандарты на данном этапе можно пока отбросить после того как сценарий готов можно начинать съемки и сразу возникает вопрос а на что снимать лучше всего будет приобрести хорошую камеру но так как они довольно дорогие есть и более бюджетный вариант который сейчас должен быть у каждого то есть смартфон мы рассмотрим оба варианта если вы будете снимать на телефон то скорее всего заметите что на встроенное приложение камеры снимать не очень удобно потому что там после каждой сделанной фотографии будут сбиваться настройки поэтому рекомендую скачать вот такое вот приложение насколько я помню она есть и в appstore и и в play маркете тут более широкий диапазон настроек и плюс она сразу же склеивает все фото в анимацию можно даже регулировать количество кадров в секунду ну а если у вас есть камера все куда проще просто настраивайте изображение в самой камере и позже соединяете фото в одну анимацию в программе для монтажа как же закрепить вашу съемочную аппаратуру как для камеры так и для телефонов продаются специальные штативы но если цена вас не устраивает или попросту нет возможности их купить то можно в любой момент построить свой собственный держатель из того же лето освещение перед съемками важно подготовить свет это должны быть несколько ламп с холодным свечением для того чтобы позже была возможность поэкспериментировать с цветокоррекцией лучше всего будет купить софтбоксы это вот такая вот штука она будет рассеивать свет от ламп но есть и более колхозный вариант ставим листок белой бумаги перед лампой и свет отлично рассеивается создавая мягкие тени если лампу будут слишком тусклыми то на фото образуются шумы который будет проблемно убрать даже на монтаже при установке ламп важно чтобы вы сами не препятствовали свету иначе в кадре будут ненужные мельтешащие тени ну и небольшой лайфхак тоже связанный со светом бывает что в каких-то глянцевых деталях отражаетесь вы и ваше окружение рекомендую загораживать себя щитом из какого-нибудь темного цвета декорации все декорации должны быть продуманы в сценарии хотя бы концептуально нет какой-то идеальной формулы по их построению но дам пару советов каждая локация мультфильме должна быть как самоделка то есть не просто голове стены или чистое поле но и слишком углубляться в процесс детализации тоже не стоит в кадре ваши усилия могут быть не слишком заметны да и сцена над которой вы долго трудились может появиться фильме всего лишь на несколько секунд можно конечно заморочиться но помните что время ваш главный ресурс немного по поводу съемки в помещениях не стоит сразу строить огромный дом лучше отстроите по отдельности несколько комнат в которых будет происходить действие лучше если в этих комнатах стены можно будет легко убрать для того чтобы сделать новый ракурс для камеры и придать происходящему ощущение реальности если вы будете снимать все с одного ракурса с той стороны где вы не сделали стену у зрителя будет складываться впечатление что он смотрит спектакль на сцене ну и еще пожалуйста никогда не делайте потолки это мешает как вам добраться до фигурок так и освещению насчет декорации на улице для имитации неба можно использовать синий лист бумаги или ткань также есть вариант с хромакеем но он не всегда работает не стоит делать так как показано фотографии пусть линия горизонта будет чуть более удаленной ну или если прям не хватает деталей то скройте ее холмом горой мусора или чем-то еще но в таком случае не снимайте с высоких ракурсов вместо неба можно например поставить фото леса или городских улиц но не стоит снимать их вблизи это ружит все погружение фигурки внешность героев может быть по сути любой главное чтобы они вписывались сеттинг мультфильма имели какую-то уникальную фишку и не были похожи друг на друга если это конечно не обусловлено сюжетом может это близнецы или клоны я допустил довольно большую ошибку в своем сериале у меня герои волка и сани носят одинаковые прически ну и это смотрится не очень анимация на ю тубе есть множество гайдов по анимации как правильно анимировать ходьбу убег драку и так далее я лишь рекомендую ознакомиться с ними сверху будет подсказка на один из таких туториалов от моего друга в лего анимации есть также общепринятые нормы например когда олега человечек разговаривает он жестикулирует руками вертит телом и головой также на мой взгляд самым оптимальным количеством кадров в секунду является 12 это не слишком плавно но и не слайд-шоу плюс отнимает не так много времени на съемки после того как мы закончили с анимацией нужно где-то соединить все сцены в общую картину сейчас на экране представлены несколько программ для монтажа которыми пользовался я сам для новичков больше всего подойдет sony vegas можно пользоваться любой версии по функционалу они схожи movavi и для пользователей mac а ему и это простые в освоении программы которыми после 15 минут пользования не овладеет практически любой для начала самое то а для более профессионального монтажа существует premiere pro ну и для создания качественных эффектов after effects сейчас мы не будем разбирать каждую из этих программ функционал у них у всех схожий чтобы научиться хорошо монтировать нужно изучать материалы связанные с созданием каких-то эффектов благо на том же ю тубе множество туториалов на эту тему и конечно же много практиковаться с эффектами лучше не перегибать и добавлять их только там где они нужны по поводу звуков старайтесь чтобы мультфильме никогда не было гробовой тишины добавляйте фоновые звуки пение птиц какой-нибудь эмбинг музыку нужно озвучивать буквально каждое действие при котором жизни издается звук и сразу получите плюс 100 к погружению озвучка персонажей подбирайте актеров действительно подходящих к их персонажам когда я слышу в хорошем сюжетной визуальной точки зрения мультфильме что матерого военного 40-летнего мужика озвучивает мальчишка лет десяти я ловлю просто испанский стыд если в вашем окружении нет людей у которых уже сломался голос и такого персонажа просто некому озвучить то попросите это сделать например ваших родителей или наимите реальных актеров озвучки еще частенько слышу как голос редактируют в программе чтобы он был более низкий и это даже неплохо и иногда спасает если конечно голос построен совсем чуть-чуть но когда тональность выкручена на минимум звучание ужасно неестественное я более чем уверен что после того как вы наконец закончите работу над вашим мультфильмом вы захотите показать его миру самый пожалуй привлекательный для этого площадка в интернете является youtube после того как вы загрузили ваш ролик в сеть не забудьте добавить ему превью чтобы заинтересовать в нем людей и теги чтобы его было проще найти ну и пожалуй на этом все то что я тут наговорил основывается на моем личном опыте надеюсь вы прислушаетесь к этим советам и не будете допускать те ошибки которые допускал я и многие другие аниматоры если у вас есть желание разобрать какие-то из этих пунктов подробно то прошу написать об этом в комментариях подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы первыми узнать о новых видео оценивайте видео лайком и дизлайком пишите свое мнение в комментариях и всем пока видео лайком и дизлайком и